В последний день Масленичной недели, прощенное воскресенье, народные гуляния развернулись и на площади возле Казанского кафедрального собора. Перед Великим постом прихожане веселились от души и участвовали в разнообразных конкурсах. На праздники побывала и наш корреспондент Ольга Макарова. В последний день Масленицы на площади возле Казанского собора было многолюдно. Волгоградцы, пришедшие на праздник, могли совершенно бесплатно угоститься блинами, конфетами и чаем, налитым из настоящего русского самовара. Для желающих активно повеселиться были организованы настоящие народные забавы. Девушки участвовали в конкурсах на лучший танец, а парни состязались в перетягивании каната. Мне это очень нравится. Я захотел в этом участвовать, потому что весело будет. Особое участие в организации праздника принял депутат Волгоградской городской думы по этому избирательному округу Алексей Зверев. Будучи человеком верующим, он старается помогать Казанскому собору. Благодаря участию депутата удалось оснастить мебелью воскресную школу для детей, отремонтировать помещение храма. Я православный человек, но люблю этот праздник. Масленица, по идее, давно уже не языческая. Она послушно следует за церковным календарем и напоминает нам о долге примирения. Разделить с кем-то блины, трапезу, значит примириться. Праздничные гуляния в Казанском соборе продлились вплоть до самого вечера. И каждый прихожанин в глубине души надеялся, что после таких проводов зимы в город наконец-то придет настоящая теплая весна. Ольга Макарова, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».